Архангельск А уже на третьем всероссийском фестивале в исполнении всех участников фестиваля прозвучала песня композитора Сергея Сараева на стихи Светланы Митиной «Архангельск. Город воинской славы». О славе нашей древние предания на крыльях пронеслись через леда. За родину сражались северяне, Архангельск наш, Московий и брата. Ему небесами доверено почетное звание носить. Порпуста России на севере всегда быть на страже Руси. Великий город закален в морях, Андреевский над нами ветхлад. Архангельск зовем мы по праву, Городом воинской славы. Сегодня у нас в гостях ю-автор, известный архангельский композитор Сергей Васильевич Сараев. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Только что прозвучал отрывок из песни «Архангельск. Город воинской славы». Песни о своем городе всегда значимы для его жителей, а песни, которые посвящены победе, значимы вдвойне. Накануне 70-летия Великой Победы у вас выходит новый диск. Расскажите о нем поподробнее. Как появилась идея его создания? Эта идея витала уже давно, потому что 2015 год – это юбилей Великой Отечественной войны. Я решил написать диск, и в то же время мне мэрия подсказала, управление культуры, что надо бы выпустить к юбилею Победы диск. Вот я в феврале месяца 2015 года и принялся за работу. Сергей Васильевич, а какие песни в него вошли? В диск вошли песни – это военная тема, где я воспеваю наш город, улицы наши, конвои и все прочее, что связано с военной темой. А вы долго работали над диском? Ну вот я говорю, начиная с февраля месяца и кончая, где-то я недели две назад закончил писать. Вот у нас в городе есть улица Шибалина, все ее прекрасно знают. И, как мне известно, в вашем диске есть песни, посвященные именно этой улице. Расскажите вот о ней. Да, ну что хочу, я хочу сначала показать вот этот календарчик, календарь. Мне подарили в мэрии его, это юбилейный календарь, который посвящен улицам нашего родного города, которым в разные годы были присвоены имена героев Великой Отечественной войны, не только личностей, но и целых войсковых соединений. И мне захотелось написать песню о потомственном северянине. Я полистал этот календарь и нашел улицу Шибалина. И вот поэтому я решил написать о Шибалине песню. А когда эта песня была закончена, да, хочу сказать, что слова к этой песне написала замечательная поэтесса Татьяна Москвина. И когда мы записали эту песню с Антоном Веселковым, который ее самый первый спел, я выставил эту песню в контакт, и на следующий день я получил известие из города Онеги, где краевед города Онеги, Александр Ульянов, мне сказал, что его жена — это родная сестра героя Шибалина. Эта песня им очень понравилась, и мне вдвойне приятно, что теперь родная сестра будет знать, что есть эта песня, и приятно, что эта песня будет звучать у нас в Архангельске, ну и везде. Это вдвойне мне приятно. А еще какие-нибудь уголки нашего города? Воспеты в нашей песне? Ну, вот я сказал о соединениях. Вот это 23-я гвардейская дивизия. Каждый день почти приходится ездить на машине, она такая у нас. Все ездишь. И поэтому я записал 23-ю гвардейскую дивизию, а слова мне написал очень прекрасный наш архангельский поэт Евгений Богданов. И мне вообще приятно на его слова писать музыку, поэтому получилась очень прекрасная песня, лирическая, красивая. Я предложил ее спеть нашей замечательной певице, это Юлии Максимовой. И она прекрасно с этим вспомнилась. Вы уже упомянули несколько поэтов. Расскажите, с кем вы работаете в соавторстве? В соавторстве я работаю. Это такие у нас хорошие мои друзья и прекрасные поэты. Это Светлана Митина, которая написала слова, песни «Архангельск, город войско славы», Татьяна Москвина, ну и Евгений Богданов, о котором говорил, Роман Олеев из города Москва и Людмила Зыкова. Ну а если мы уже упомянули поэтов, нельзя не упомянуть и исполнителей, конечно. Кого бы хотели вы отметить? Как я сказал, это все мои друзья. Это мой друг Михаил Серегин, с которым я уже работаю 10 лет. Алексей Трофимов, Григорий Сулимов, Юлия Максимова. Детский театр эстрады «Страна чудес». Это руководитель Юлия Павлюкова, Вера Иванова, Нина Деменштен и Антон Веселков, которые также являются аранжировщиками моих всех писем. А вот стихи начинающих поэтов вы принимаете? Как-то используете в своем творчестве? Мне поступило много предложений из городского управления культуры, из областного предложили. Ну вот я взял одного поэта. Это уже пенсионер, этот речник. И вот я уже на его стихи написал несколько песен. А все мне песни не успеть и нет времени, чтобы написать на все, сколько мне поступает заявок, мне не написать. Мне предлагают многие авторы, но у меня нет времени писать. Хотя бы с нашими-то справиться. А известные исполнители нашей страны? Как вы знаете, что у нас все поставлено на договорах. И поэтому я уже предлагал многим, говорят, у нас договор с одним продюсером, со вторым, со вторым человеком. Это все деньги. И поэтому пока то, что есть в контакте, может кто-то из продюсеров и клюнет. И поэтому, может, песни не пойдут. Сергей Васильевич, мы начали нашу программу с песни «Архангельск-город воинской славы», которую исполняет детский театр эстрады «Страна чудес». А вообще вам нравится работать с юными исполнителями? Детская тема меня давно волнует. Я, кстати, провел фестиваль. «Новая песня по морю» называлась, где был мой друг, главным председателем жюри, это Григорий Гладков. Все прошло прекрасно. Было очень много выявлено песен, которые у нас в «Архангельске» есть. Это 252 песни. Все это прозвучало, все было прекрасно. Мы решили, что этот фестиваль будет проходить каждый год, и Григорий Гладков будет помогать. Но у нас есть много таких людей, которым этот фестиваль не понравился. Это такие деятели культуры, есть такие из театра. Они все это загубили, и поэтому больше театра у нас этого фестиваля не стало. А так я сейчас пишу песни для театра эстрады «Страна чудес» и таких солистов, детей маленьких, которые тоже участвуют в всяких конкурсах городских, областных. И вообще. Может, кого-то особенно отметите? Юные звезды? Я уже не могу вспомнить, с кольким я писал, потому что столько из Сиродвинска, с области, и вообще. Но они прославились, может быть, как-то уже? Ну да, занимают места хорошие. Ну вот я могу сказать, что я помогаю одной девочке из Крыма, которая с моей песней «Курс» стала лучшим в России. Ей 13 лет. А сейчас она спела на Европейском фестивале в Крыму песни «Крымский пляж» и стала третьей. Это Ирина Иванова. Вот. Из Севастополя. Сергей Васильевич, мы действительно начали программу с одной песни и, наверное, завершим ее другой, тоже знаковой. Песня для Архангельска известная. Помним, гордимся, верим. Ее также исполняет детский театр «Страда. Страна чудес». Расскажите о ней. Ну, как я рассказывал, что когда у нас 23 февраля съезжаются все города воинской славы, нужна была финальная песня, которая бы заканчивалась в этот фестиваль. Ну, мэрия предлагала и управление культурой многим нашим архангельским авторам написать слова. Но все не получалось. Они позвонили мне и предложили найти автора. Вот я созвонился, вспомнил, что есть такая Татьяна Москвина. Я написал ей, предложил написать эти слова. Она написала. А потом я написал музыку, и вот так родилась эта песня. Тогда вот, возвращаясь к вашему диску, как архангелы-городцы вообще, во-первых, могут услышать ваши песни? Где, на каких? Ну, во-первых, это можно на радио «Поморье» и «Регион-29». А также 9 мая, в День Победы, в 13.40, будет презентация моих песен перед мэрией на площадке. Ну, и также после в 3 часа у Дома офицеров. Можно послушать. А диск? Как можно приобрести ваши? А диск я буду дарить всем ветеранам. Так, вот такой подарок. Это не для продажи, а ветеранам. Всем, кто воевал, кто остался жив. Ну, всем, кто заслужил это, и буду дарить. Сергей Васильевич, я благодарю вас, во-первых, за то, что вы к нам пришли. Поздравляю и вас, и всех архангелы-городцев с наступающим праздником Великой Победы, с 20-летием Великой Победы. Спасибо вам еще раз. И я думаю, как я уже сказала, мы завершим программу песней «Помним, гордимся, верим». Спасибо и вам. Спасибо вам. У нас в гостях был архангельский композитор Сергей Васильевич Сараев. Это была программа «В центре внимания». Напомню, что нас можно увидеть и в интернете на портеле правдосевера.ру. До встречи на телеканале ПС. Всего доброго. Закаты войны Пылали огнем Бойцы, не жалея жизни Крабра сражались за каждый дом За город и за чизну От молодежи И низкий поклон И как завещали деды Помним о них Не забудем имен Бесстрашной цены Победы Вечный огонь Будет гореть Невосполнимы потери Чтобы был мир Всегда на земле Помним, гордимся, верим Вечный огонь Вечный огонь Помнят гореть Невосполнимы потери Чтобы был мир Всегда на земле Помним, гордимся, верим Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова